В феврале исполняется 55 лет подразделениям, занимающимся лицензионно-разрешительной работой. В преддверии этой даты с журналистами встретились заместитель руководителя регионального управления Росгвардии Эдуард Чумаев и начальник отдела госконтроля Магомед Атапиев. Они рассказали об истории данного направления, деятельности в нашей стране и современных реалиях. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхцы. Традиционные встречи журналистов с региональными экспертами в сфере лицензионно-разрешительной работы – это всегда возможность оперативно получать информацию о каких-либо изменениях в правилах получения документов на хранение и ношение оружия того или иного вида. Так, по словам заместителя начальника регионального управления Росгвардии Эдуарда Чумаева, в прошлом году были проведены около 13 тысяч проверок владельцев оружия. Специалисты выявили примерно 1300 административных правонарушений. Основной их долю составляет несоблюдение требований к перерегистрации разрешительной документации. В соответствии с законодательством гражданин, являющийся владельцем оружия, должен не позже, чем за месяц обращаться за продлением своих документов. Если он не обратился, обратился позже, то есть он имеет право, свое оружие, например, еще срок действия разрешения не истек, осталось условно неделя-две, он может его получить разрешение на продажу и реализовать. То есть мы его привлекаем к ответственности только когда он подает заявление на продление. Сейчас наблюдается некоторое снижение числа желающих получить разрешение на хранение оружия. Впрочем, по мнению экспертов, тут дело скорее в необходимости прохождения ряда медицинских экспертиз, срыв которых кому-то навсегда закрыл бы возможность получения документов на владение оружием. Хотя запрет может коснуться и тех, кто уже прошел все процедуры. Специалисты Управления Росгвардии рассказали о том, какие виды нарушений могут привести к аннулированию разрешения. Стрельба, к примеру, на свадьбе тоже подпадает под запрет и аукнется хозяину опасной игрушки потери и этой собственности и некоторой суммы денег в виде штрафа. Отдел госконтроля занимается в том числе проверкой организации системы охраны на ряде опасных объектов, относящихся в частности к топливно-энергетической сфере. Таких в Карачаево-Черкесии около трех десятков. По итогам работы за прошедший год по линии контроля за подразделениями охраны, в соответствии с планом, было запланировано проведение трех проверок плановых. Все они были проведены, плановые показатели выполнены 100%. И в рамках устранения нарушений по ранее выданным предписаниям была проведена одна внеплановая проверка. В феврале исполняется 55 лет, подразделениям в ведении которых находится лицензионно-разрешительная работа. За этот период многое поменялось, в том числе в законодательстве. Но одно остается деятельности постоянным – необходимость обеспечения безопасности населения за счет контроля за теми, кто имеет оружие на законных основаниях. Артур Мухцель, Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.